Всем привет! Сейчас я нахожусь в Стамбуле и заселяюсь в Blue Tuana отель и хочу вам его сегодня показать. И вот и сама комната. Комната небольших размеров. Здесь телевизор, все необходимое, положили тапочки, полотенце. Сама кровать большая и, я бы сказала, очень даже неплохая. Она такая не совсем мягкая, но и не жесткая. Давайте пойдем посмотрим дальше, что у нас в комнате находится. А здесь у нас зеркало и вот такой небольшой холодильник. Холодильник вроде морозит, можно сюда что-нибудь положить. Сам бар не заполнен. Так, и здесь, ну здесь вроде больше ничего не вижу. Здесь у меня есть фен, также вот такой душ и обычная уборная. Ничего тут такого нет. Что касается Wi-Fi, Wi-Fi здесь предоставляется бесплатно. Давайте посмотрим, что здесь у нас в шкафу. Здесь у нас вешалки и также одеяло. На самом деле, вроде еще чайник обещали, но, к сожалению, я его здесь не вижу. И самое интересное, что здесь есть, это, конечно, вид. Вид на Босфор, вид на минореты. Вот такая красота. К сожалению, сейчас светит солнце в мою сторону, поэтому, может быть, не совсем видно. И здесь вот такой странный эвакуационный выход. Он находится прямо вот здесь вот в окошечке. Давайте как раз сейчас его откроем. Выйти, к сожалению, я в него, кстати говоря, не смогу, потому что здесь мешает вот этот шкаф. Но зато показать вам выход на улицу все равно можно. Стоимость отеля составила 16 тысяч рублей. Это за 6 ночей. И сюда также входит завтрак. Завтрак еще обязательно тоже покажу. И сюда также включен Wi-Fi. И в целом очень красивый вид. И здесь все действительно очень и очень близко. Все достопримечательности. Наступило утро. Сейчас отправимся с вами на завтрак. Но перед этим хочу показать вам вид. Посмотрите, насколько красиво. Сейчас, кстати говоря, Босфор не такой, как вчера. Он более спокойный. Поэтому сегодня пойду поснимаю. И еще такой момент. У нас вчера в номере не было чайника. Но если подойти на ресепшн, то вам его принесут. Наконец-таки с вами отправляемся на завтрак. Тут на каждом этаже в отеле есть вот такие дозаторы. Можно помыть ручки. Лестница везде вот такая. Поэтому, к сожалению, этот отель не подойдет людям с ограниченными возможностями. А завтрак у нас проходит на шестом этаже. Я живу на четвертом. Сразу вижу панорамный вид. Здесь очень и очень неплохо. На шестом этаже завтрак делится на две территории. На закрытую террасу и открытую. С открытой террасы открывается потрясающий вид на Айя-София. И также на голубую мечеть. Можно выбрать себе любой столик. Если хотите покушать, например, не одеваясь, то все-таки все выбирают закрытую территорию. И посмотрите. Вот это вид. Внутри у столиков не менее крутой вид. И здесь, кстати говоря, очень и очень тепло. На завтраке дают сок. Можно взять себе кофе, чай. Выбор очень и очень большой. Действительно много всего. Вот такой завтрак в отеле. К сожалению, сок здесь разводной. Он не очень вкусный. Чай здесь есть. Кофе, машина. Ну вот, к сожалению, сейчас ее, видимо, будут заправлять, потому что там все кончилось. Что касается самого завтрака. Есть микроволновка, поэтому это все можно подогреть. Ну что ж, ребята, прожив в этом отеле 6 дней, я могу сказать, что здесь есть, конечно, как плюсы, так и минусы. К плюсам относится, конечно, вид. И также здесь очень близко до всех достопримечательностей. Можно где-то за 10 минут дойти до Айя-Софии. И также можно где-то за 10-15 минут спуститься до залива. Можно посмотреть мраморное море. Действительно, здесь потрясающий вид. Но что касается минусов, это, конечно, фен в моей душевой. Не знаю, как в других номерах. Но если вы будете сушить волосы, то все-таки берите свой фен из дома, потому что здесь он просто ужасный. Он перепаливает волосы, он периодически выключается. Что касается завтрака. Завтраки здесь включены. В принципе, можно наесться, но какого-то супер разнообразия, к сожалению, нет. Потому что здесь практически вся еда холодная подается. Но перекусить этого достаточно. Единственное, еще тоже такой минус был один день. Во все остальные дни все было в порядке. Это то, что когда вода, например, в кулере заканчивается, могут, например, на чай разводить обычную воду из-под крана. А она хлорированная, поэтому у чая получается такой немного хлорированный привкус. Что касается еще плюсов, это, конечно, то, что в номере есть холодильник, чайник. В принципе, если вы оставляете ключи на ресепшн, ваш номер будет ежедневно убирать. Поэтому это тоже один из плюсов. Ну и, конечно, то, что здесь есть телевизор и Wi-Fi соединение. Оно устойчивое, поэтому можете пользоваться интернетом бесплатно. И на этом у меня сегодня все. Надеюсь, мой отзыв был полезен. Всем до скорых встреч, всем пока-пока!